Молодой. Капрал Лоренс всегда был всем не по душе. Не то, чтобы к нему все подряд относились предвзято, да и сам он не был берегом, просто так уж сложилось, что он был из тех людей, которые по-другому скроены. Однако в окопах Первый мировой слово «нормальный» было термином весьма относительным. Да и к жизни относились постольку поскольку, так уж вышло. Лоренс сражался, выполнял приказы, не мешал другим солдатам, а большего от него и не требовалось. Так почему же людям становилось не по себе рядом с ним? В таком месте, где основным поводом для беспокойства было заживо гниющее мясо на твоих костях, личностный конфликт значил в разы меньше, чем порез бумагой. Что до самого Лоренса, к этой проблеме он подходил как обычно, то есть совершенно не осознавал, что его избегают. Как слепой человек не может грустить об утраченных воспоминаниях о цвете, капрал Лоренс не мог печалиться об отсутствии компании. Он был тихим человеком, ему не с кем было поговорить, он мало двигался из-за долгих периодов вынужденного ничего не делания. Вражеский окоп, примерно в километре отсюда, затихал на несколько дней к ряду, и скука с нервозностью давили на души сильнее обычного, и к ним прибавлялась тревожность, которой Лоренс, казалось, излучал словно тепло. Хуже всего было то, что не было никаких очевидных причин не любить капрала. Он был простым человеком среднего роста и телосложения, с ничем не примечательным голосом образом действий. Никто не помнил, чтобы он хоть раз повысил голос от радости или гнева. И всё же водились у него кое-какие странные привычки. Он не сводил с людей взгляда чуть дольше, чем диктовали правила приличия. Он почти всегда плохо спал, а соседи покойкам говорили, что во сне он постоянно бормочет. Когда удавалось разобрать эти сонные разговоры, их содержание казалось чем-то странным и могло заставить занервничать. Один рядовой перевёлся в другую казарму, когда услышал из уст капрала Лоренса имя своей дочери, а затем приглушённый булькающий смешок. Народ склонялся к мнению, что командиры послали его из окопов, просто желая держать его подальше, а не из-за боевых навыков. С воинским ремеслом Лоренс не ладил. Вместе с 14 однополчанами Лоренса отправили по чудовищно изуродованной ничейной полосе между окопами, чтобы отряд провёл разведку вражеских укреплений и по возможности их захватил. Многие надеялись, что в этот раз Лоренсу представится случай доказать преданной своей стране, героически сложив за неё голову. И как раз в период его отсутствия, в те три дня, когда солдаты ходили пригнувшись, ожидая внезапного залпа, кто-то начал задавать вопросы. И раньше и сейчас поднимать тему капрала Лоренса в разговорах считалось табу. Но после того, как он вместе со своей аурой удалился, слухи начали циркулировать со всей сладостью запретного плода. Никто не помнил, чтобы он хоть раз говорил о доме, ему не приходили надушенные письма. Он сам никогда ничего не писал, на подмокших, заляпанных грязью листах. Он часто говорил о своих снах, бывало досадовал на нехватку провизии и удовольствий, но делал это как-то без души. Даже более высокопоставленные чины начали задаваться вопросами. Никто не мог найти приказа на его размещение. Он прибыл с отрядом подкреплений из Франции, но документов по нему не было. Другие бойцы из того подкрепления ни разу не видели его до той ночи, когда его затолкали в вагон вместе с другими обрывками потрёпанных германцами войск. Среди рядовых поползли шепотки, что капрал это злое наваждение. Почти у всех, кто спал рядом с ним в одном бараке, появилась траншейная стопа. И даже комнаты, в которых он обычно ошивался, приобретали плесеневый и болезненно сладковатый запах, слишком густой даже для окопов. Те бойцы, которые отправились в ничейную полосу, ничего о нём не слышали и вообще не задавались подобными вопросами. Очередной боец, чья похоронка уже подписана и ждёт печати. Они двигались быстро, пригнувшись, перебежками между воронками, скользя по грязи и перебираясь через колючую проволоку. Кроме колючки, в выжженной полосе, казалось, ничего не росло. Последний рывок, прыжок в окоп. И их встречает не лающая немецкая речь и не выстрела винтовок, а густая, близкая тишина. Приготовившись к нападению из засады, бойцы двинулись по тоннелям и коридорам окопов. Бойцы и без того нервничали, а найденное и вовсе не успокоило их нервы. В окопах воняло потом, плесенью и тонким привкусом гнилых плодов. Казалось, в каждую ямку и трещину наползла мелкая приторная слизь, липкая, словно клей. Те места, куда она попадала, потом чесались. В том мире, где крысы и насекомые обычно норовили выхватить еду изо рта, не было ничего живого, даже мухи. В оружейной творился полный беспорядок. Пол был усеян патронами, винтовки были разбросаны, как кегли. Столовая оказалась разгробленной начисто. Обгорелые изуродованные столы и стулья были составлены в центре комнаты. А пайки, как будто крепко утоптаны в землю множеством ног, и по-прежнему солдаты не замечали ни живой души, ни единого покойника. Это заставило их занервничать еще сильнее. Первое тело обнаружил рядовой Диксон. Он даже успел вскрикнуть перед тем, как его стошнило. Человека в этом опознали только потому, что ничего другое не подходило по размеру. Оно лежало на полу казармы, на всем полу. Мягкие ткани каким-то образом оказались размазаны, как масло по земляному полу. То тут, то там, словно мертвые деревья на застывшем болоте. Под разными углами торчали кости, покрытые пятнами гниля. Череп находился на верхней полке одной из коек, лицом в сторону к двери, и в его треснувших глазницах торчало десять белевших костяшек пальцев. Один из бойцов осмотрел череп. Затылок оказался разбит, а внутри не было ничего, кроме рыхлого, как мочалка гнилого языка. Нашлись и другие трупы. Один другого страннее и страшнее. На полу, обложенного мешками с песком поставно, оружилось кольцо из рук. Пальцы были переплетены, как прутья корзины. Запястья переломаны и потрепаны. Двое мужчин в тоннеле. Кожа тонкая и пергаментная, как у мумий. Глаза смотрят в никуда. Челюсти отвисли нечеловечески далеко. Одежда превратилась в тряпки под слоем маслянистой черной дряни. От сортира отшатнулись даже самые стойкие, дрожа и сдерживая рвотные позывы. Сортир был переполнен. В вонючей жижи плавали куски мяса. А вся поверхность была усеяна, казалось, тысячами блестящих глазных яблок. Нервные пучки которых торчали наружу, словно рыбьи хвосты. Первым дыру обнаружил капрал Лоуренс. Остальные бойцы начали утверждать, что береженого бог бережет. Лучше уйти побыстрее из кошмарного окопа. Дыра была небольшой, в недавно отрытой части окопа, в начале новой ветки, тянувшейся ближе к расположению противника. Отверстие было всего на метр с небольшим в ширину и казалось случайно отрытым проходом в какую-то пещеру. Внутри была непроглядная тьма. Рядовой Диксон, пришедший в себя и находившийся после пережитого в блаженном ступоре, видел, как капрал потыкал край дыры носком ботинка. Потом присел, чтобы посмотреть внутрь. И вдруг свалился туда головой вперед. Все произошло так быстро, что рядовой не успел даже вскрикнуть. Рядовой был хорошим солдатом и рванулся к месту происшествия, чтобы помочь товарищу. Его ответы на случившемся потом допросе никак не пролили свет на то, что же происходило в те минуты, пока капрал Лоуренс находился в дыре. Диксон ничего не видел, а густая тьма, казалось, пожирала свет факела уже в паре метров внутри дыры. Звуки были, был шорох по гравию или чему-то подобному. Было какое-то булькающее шевеление, был сухой шелест, который напоминал рядовому о панцирях жуков, которых он собирал когда-то летом. Когда он позвал товарищей на помощь, из дыры вдруг поднялась отвратительная вонь, словно от давно протухшего террариума. Подоспевшие на помощь солдаты обнаружили Диксона, беспомощно скорчившегося от позывов рвоты. Когда они подоспели, из дыры показалась рука. Все как один подняли винтовки и рявкнули, чтобы владелец этой бледной дрожащей руки назвал себя. Затем у них на глазах из дыры показалась вторая рука, а за ними бледная трясущаяся голова Капрала Лоуренса. Он был заляпан черной слизью, похожей на смолу. Давясь приступами кашля, он подтянулся и вылез из дыры рядом с Диксоном, который хватал ртом воздух. Солдаты рванулись было помочь ему, но тут Капрала вырвала мощным потоком той же отвратительной слизи, которая покрывала все его скрученное тело и пропитала форменные штаны, безнадежно их испортив. Трогать его никто не хотел. Пока неудержимый, казалось, поток мути не перестал литься из него. Лоуренс упал без чувств, глаза закатились, а тело обмякло, как у выпотрошенной рыбы. Со всей возможной скоростью бойцы убрались из окопа. Капрала пришлось половину времени тащить волоком. Об укрытии, о возможной гибели никто не думал, только о бегстве. Они одолели расстояние в рекордный срок и провалились в родной окоп, как охапка дров. Один боец, когда-то забивший немца до смерти кирпичом, зарыдал и, сотрясаясь, свернулся в позе эмбриона на полу. Подоспели офицеры, изолировав солдат и расспросив тех из них, чей рассудок был наименее помутнен. Их рассказ можно было бы с легкостью счесть враньем и галлюцинациями, но честные умоляющие взгляды бойцов говорили об обратном. Офицеры успокоили их, списав их состояние на боевое истощение и испытание странных газов. А когда изможденных бойцов отконвоировали прочь, сосредоточенные безмолвно переглянулись. Капралу Лоренцу было почти не о чем доложить. Он мало что мог или не хотел сказать о времени, проведенном в дыре. По его словам, он провалился и упал во что-то похожее на подземное водохранилище или же на засыпанный сортир. Звуки и запахи, о которых рассказал рядовой, Лоренц не комментировал никак. Некоторое время он барахтался, затем выбрался как раз в тот момент, когда подоспели бойцы. И вправду, казалось, он практически не пострадал. Более того, казалось, воодушевился сильнее обычного и, широко улыбаясь, глядел командиров, когда его отпустили во своясе и велели молчать о произошедшем. За последующие несколько дней Капрал полностью переменился. Он стал разговорчивый, но однополчане быстро начали тосковать по былому неловкому молчанию. Он болтал о том, как же хороши закрытые пространства, какое творение и какое разрушение расцветает вокруг них, об упущенных удовольствиях. От объема и содержания этих речей кто-то пригрозил Капралу Лоуренсу тихой и бесславной смертью. Отчего улыбка, не сходившая теперь с лица Лоуренса, становилась только шире. Рядовой Диксон, спавший на одной из соседних коек, как-то шепотом признался товарищу, что проснулся однажды ночью и увидел склонившегося над ним Капрала, глаза которого горели, как серебряные доллары. Труп рядового нашли на следующий день. Он запутался в колючей проволоке, а его кишки растянулись во все стороны на три метра. Из того окопа никто не пережил войну, хотя мало кто погиб в бою. После гибели рядового Диксона окоп скосила волна болезни. Странная иссушающая болезнь. Казалось, пожирала плоть, словно кислота. Люди просыпались и видели, как еще недавно здоровое тело гниет, чернеет и сочится. Одного из сержантов нашли в туалете, покрытым сплошным шевелящимся ковром из крыс. Звери не хотели отпускать тело даже под пулями, а от их зубов пострадало несколько солдат. Но тело удалось унести. Вскоре пришло облегчение, хотя большинство бойцов разослали по госпиталям, до которых многие из них так и не доехали, скончавшись по пути от болезни. Капрала Лоренса перевели в психиатрическую лечебницу во Франции после нескольких жалоб из госпиталя, куда его отправили изначально. Похоже было, что его поведение указывало на усиливающиеся умственные расстройства. Кульминацией стала попытка изнасилования медсестры, в результате чего она лишилась трех пальцев на правой руке и перестала видеть правым глазом. Капрал досаждал другим пациентам своими тихими бреднями о бесконечных коридорах, о погоне в темноте, о плоти раскрытой словно книга. И хотя его поведение все меньше склонялось к агрессии и все больше к тревожному, это списывали на чрезмерное боевое истощение. Несколько раз он пропадал из палаты и появлялся только через несколько часов, как ни в чем не бывало. На него пытались давить, но тогда он начинал монотонным голосом тянуть. У каждого дома осталась подруга, пока доктора не уходили, опустив руки. Соседи по палате умоляли перевести их подальше шепчущего безумца. Затхлая, плесневая, вонь витала в воздухе там, где он оставался. А случаи заражения, странной и сушающей болезнью, которая выкосила его родной окоп, витали вокруг подобно облаку. Несколько попыток перевести бойца, она толкнулись на бюрократические сложности, ибо никаких документов по нему так и не удалось обнаружить. Ни документов о поступлении на службу, ни наград, ни происшествий, ни даже свидетельства о рождении. Все это время он часами сидел по-турецки на своей постели. Временами напевал что-то не в попад или перечислял имена соседей по палате, прерываясь на короткие булькающие смешки. Как-то раз ночью в ноябре капрал Лоренс и еще 18 людей исчезли за пять минут до пересменки медсестер в три часа ночи. В палате воняло ржавчиной, маслом и плесенью и сладким запахом распада. Черная слизь покрывала постель размашистыми черными мазками, лежала широкими пятнами на полу, проедая паркет. Поначалу не удалось обнаружить ни следа людей. Во время поисков одна из сестер отодвинула кровать и едва не свалилась в зловонное углубление в полу. Внутри него спиралью, плотными витками были аккуратно разложены сотни зубов. После пересчета удалось найти зубы каждого из исчезнувших, кроме одного. Ни капрал и ни людей так и не нашли. Под градом ужасов с передовой инцидент затерялся и с легкостью забылся. Рассказы о проклятом окопе ходили на фронте и нередко рассказчиков обрывали. Такой рассказ был плохой приметой, но все же слухи ходили и слухи о странных смертях, о пропавших людях, которых удавалось отыскать только через несколько дней, живыми, но сломленными до неузнаваемости, телесно и духовно. Рассказы о странном темном силуэте, который появлялся в разбомбленных городах Европы. Возможно, это единственная фотография капрала Лоуренса. Она была сделана через несколько дней после того, как он вернулся из той дыры в немецком окопе.